На этой фотографии представлен Варлам Шаламов среди выпускников Единой трудовой школы номер 6, второй ступени города Волгдова. В классе Варлам Шаламов был одним из лучших. И уже тогда, в 1923-м, его учитель литературы Екатерина Михайловна Куклина пророчила юноше большое будущее и говорила, «Шаламов будет гордостью России». За свою жизнь он написал десятки рассказов и повестей. В основе произведений Шаламова многочисленные смерти, муки голода и холода, унижения. Пошедший против сталинского режима Варлам Тихонович в общей сложности провел в лагерях 17 лет. И большую часть этого времени на Колыме в жесточайших условиях Севера. Все это передает мемориальная экспозиция, работающая уже третий год в Шаламовском доме Вологды. Три зала в этой экспозиции Вологда-Шаламова, «Этапы жизни», «Этапы творческого пути» и «Мемориал камера». Вот последний зал «Мемориал камера» у нас существует с 1994 года. На данный момент это просто несколько обновленный вариант, но принцип его остался тот же. Это небольшой мемориал всем жертвам политических сталинских репрессий в нашей стране. Мемориальная комната в Шаламовском доме открылась в 1991 году. За это время обновлялась пять раз. Сейчас здесь фотографии, пишущая Машенко, авторы, его личные вещи, любимые книги. Посетители делятся. Заходишь сюда и попадаешь в особую атмосферу. Особенно такие, как Ольга Старицына, глубоко изучающая творчество Шаламова. В этом году в Вологде памятная дата – 110 лет со дня рождения Варлама Шаламова. Вскоре в Шаламовском доме откроется новая художественная экспозиция. На ней будут представлены картины Бориса Заберохина, иллюстрации известного художника к не менее известным колымским рассказам. Имя Варлама Шаламова сегодня запечатлено и в проекте «Вологда в лицах». Баннер с фотографией и краткой биографией писателя, размещен на улице Ленинградской. Всего таких баннеров в городе 20. В «Вологда в лицах» – это городской патриотический проект, впервые был запущен в прошлом году. В этом специально к 870-летию областной столицы обновлен. Без популяризации истории она не может сохраняться. И уже очень часто можно встретить, допустим, среди молодых вологжан, когда они ходят даже по улицам, где они живут, и они зачастую даже не понимают, в честь кого эта улица названа. Их необходимо сохранять и понимать, о чем идет речь. Келеровский бам Гаврилин Колесников-Белов на баннерах знаменитые писатели, учителя, музыканты, архитекторы, все те, кто когда-то развивал и прославлял наш город. Даже проживая не в самой Вологде, проходя мимо такого баннера, наверняка у вологжан появится желание узнать больше о том, кем славится вологодская земля. Мария Поздеева, Максим Тишковец, Вологда, РФ.